Мы представлены на этой выставке сегодня с двумя франшизами. Можно следующий слайд? Первый бренд это Smarty Kids, сеть детских центров ментальной арифметики. А давайте опрос, кто знает Smarty Kids? А кто знает про ментальную арифметику? Уже лучше, хорошо. С компанией Smarty Kids за два с половиной года мы открыли больше трехсот детских центров. Здесь обычно люди удивляются, как вы это сделали. И сделали мы это, потому что мы уловили тренд. Тренд в детском развитии, в детском образовании и тренд в тех направлениях, которые мы запустили. За это время мы открылись в 11 странах. У нас занимается в общей сложности больше 20 тысяч учеников к этому времени. И есть 350 франчайзи. Сегодня на выставке мы представляем нашу вторую франшизу. Здесь состоялась ее премьера. Франшиза детского программирования. Так называемое пространство для детского технотворчества. Франшиза Кибервиль. И позже я расскажу несколько слов о ней. Почему это направление популярно? Потому что у родителей есть определенные страхи. Я хотела бы показать вам видео. Недавно у нас состоялась Олимпиада. Это было 24 февраля. Олимпиада по ментальной арифметике, на которую приехало 316 человек. Из 36 городов России. Это было такое масштабное мероприятие, где были родители, дети, которые не пожалели денег, не пожалели своего времени, чтобы приехать издалека и пройти Олимпиаду, показать свои способности. Роман, я вас попрошу включить видео. Такие мероприятия очень важны для родителей, потому что у детей есть определенная мотивация. Заниматься, целый год готовиться. И у руководителей детских центров есть повод детей тренировать к такому мероприятию, где можно продемонстрировать свои способности. И это очень важно в процессе обучения. Именно вопрос мотивации. Мы сегодня про него еще поговорим. Родители очень заинтересованы в том, чтобы развивать с самого раннего возраста своих детей. Многие родители приходят к нам с очень маленькими детьми с возраста 3 года и уже просят, чтобы они занимались ментальной арифметикой. Допустим. И для таких родителей, для таких детей мы разработали курс при подготовке к ментальной арифметике. Такого курса нет у других центров. Хотя в принципе рынок ментальной арифметики наполняется. И существует множество компаний в этом направлении. В конце прошлого года, в декабре, мы провели опрос среди родителей, учащихся в наших центрах, чтобы выяснить, какие у них есть страхи и какие направления, по их мнению, являются наиболее приоритетными. Итак, родительские страхи. Это что ребенок не будет успевать в школе, что у него не будет мотивации, интереса к учебе, что он, соответственно, будет отставать от своих одноклассников-сверстников. Проблема концентрации внимания. Также есть связанная с этим проблема. Это гаджетозависимость. И неуверенность в своих силах. Следующий слайд. Также по опросам родителей, именно эти направления они считают наиболее трендовыми в 2019 году. И это именно те направления, на которые они бы отдали своих детей. Ментальная арифметика, программирование, робототехника, скорочтение, каллиграфия, эмоциональный интеллект, актерское либо ораторское мастерство, подготовка к школе, логопед, иностранные языки, мультипликация, дальше шахматы и менее популярные направления. Следующий слайд. Если мы зайдем в Яндекс.Вордстат и будем вводить постепенно разные направления, ментальная арифметика, каллиграфия, скорочтение, можно следующий слайд, то мы увидим, что есть определенный тренд, есть рост запросов и есть определенная сезонность. И это одна из особенностей детского бизнеса, что есть такое понятие, как лето. Многие центры в лето закрываются на один, на два месяца, кто-то урезается, кто-то поступает иначе, организовывает летнюю площадку, организовывает летние интенсивы. И сегодня я вам расскажу про кейсы нашей франчайзи, которая открылась в лето, не побоялась этого, и теперь у нее очень хорошие результаты. Дальше, следующий слайд. Именно тренд на те направления, которые мы запустили и обусловил наш рост, рост нашей сети, такой быстрый, и мы не останавливаемся на достигнутом, мы будем расти еще, будем открывать детские центры. Если мы говорим про смарт-тикет, то один детский центр мы открываем на 50 тысяч человек, допустим, в вашем городе 100 тысяч человек, там мы можем открыть два центра, и мы чертим определенный радиус. Почему есть определенный радиус? Родители в основном вводят детей в детский центр в шаговой доступности. Или если туда можно добраться не дольше 10 минут на машине. Именно поэтому центры находятся в таком радиусе, и родители могут спокойно туда проникнуть. Дальше. Что мы делаем? Мы разработали три фирменных курса, и три курса, которыми я лично горжусь, это ментальная арифметика, скорочтение и каллиграфия. Если вы подойдете в конце презентации на наш стенд, который стоит в начале, то можете посмотреть материалы, их пощупать. Мы очень долго их прорабатывали вместе с дизайнерами, с иллюстраторами, с печатниками, чтобы сделать их классными, приятными в использовании. И чтобы родители, руководители детских центров получали качественный продукт. Это очень важно в детском центре, потому что есть многие детские центры, куда вы придете, и вам будут давать распечатки. Это сразу же влияет на лояльность клиента к вам. Курс ментальной арифметики рассчитан на три года. Два с половиной-три года учебники рассчитаны на каждую ступень. В среднем ступень обучения длится 3-6 месяцев. И здесь сложность заключается в том, что при переходе с одной ступени на другую дети могут отвалиться. То есть родители посчитают, что они уже чему-то обучились и могут не ходить в детский центр. Именно здесь важно грамотно мотивировать ребенка в переходе с одного уровня на другой. Для этого у нас разработана гиммификация. Следующий слайд, пожалуйста. Гиммификация, которая позволяет вовлекать ребенка в процесс обучения. Это определенная механика с картами, наклейками, достижениями, которая также перекликается с личным кабинетом, перекликается с мультфильмами, с аудиопосланиями и определенным сценарием. То есть наша задача сделать ребенка частью процесса обучения, частью сценария, где он с помощью своих решений помогает достигнуть определенного результата, помогает смартику, спасать планеты. И таким образом ребенку это интересно. Он спрашивает, мама, когда у нас следующее занятие. И таким образом у нас построен шоу-урок. В любом детском центре очень важен пробный урок. И желательно, чтобы он был бесплатный. Пробный урок, куда может прийти ребенок, родитель. И родитель сможет оценить сам детский центр, оценить педагога, который будет работать со своим ребенком. И не обязательно, чтобы этот шоу-урок длился час, достаточно, чтобы это было 30 минут. Но важно учитывать, чтобы ваш детский центр был готов к приходу родителей. Родители обращают внимание на все мелочи. Насколько чисто у вас, насколько опрятно выглядит администратор, как общаются с его ребенком, есть чай, кофе, зона ожидания. Также смотрят на материалы и на саму методику обучения. Это важно при открытии детского центра. И все эти нюансы нужно учитывать. Помимо геймификации мы разработали дополненную реальность в учебниках. Это такой вау-эффект. Вау-эффект, который можно произвести также на первом занятии. Здесь важно получить эмоцию, предвосхитить ожидания человека. И дополненная реальность позволяет это сделать, когда вы скачиваете бесплатное приложение, наводите свой смартфон на учебник и видите, как оживает картинка, которую вы только что разукрасили. Дети реагируют моментально, эмоции бьют через край. Это классно смотреть, и родители тоже на это реагируют. Следующий слайд. Таким образом выглядит геймификация. Она разработана на каждый уровень и есть определенная тематика на свой уровень. Сначала дети путешествуют в космосе, потом супергерои, потом пираты и бермудские треугольника. И таким образом происходит перетекание сюжета из одного месяца в другой. Следующий слайд. Смарти-юниверс. Это система личных кабинетов. Еще одно важное условие при занятии детей в центре – это соответствие современным трендам. Это IT-платформа, которая позволяет ребенку делать домашние задания. Позволяет учителю видеть статистику. В личном кабинете у ребенка есть также геймификация, где он получает награды за выполнение домашних заданий. Дети борются за эти награды, они видят общую статистику, и это тоже для них дополнительная мотивация к занятиям. Почему я много говорю про мотивацию? Потому что очень часто дети уходят из центров именно потому, что им не хватает мотивации. Им больше неинтересно заниматься. И поэтому мы очень сосредоточились именно на этом вопросе. Отдельно создается личный кабинет для учителя, где он может назначать домашние задания, может назначать учеников, формировать группы. И также в личном кабинете есть тренажеры. Больше 8 тренажеров для занятий в классе и для ребенка дома. Ребенок может заниматься дома, и это обязательное требование в ментальной арифметике – каждый день посвящать 10-15 минут занятия. Он может это делать на планшете, на мобильном устройстве, либо на компьютере. Дальше, пожалуйста. Смарт-лаунч. Теперь мы переходим к пошаговой системе запуска бизнеса. Основные вопросы, которые задают здесь мне на выставке или на любых других мероприятиях – три основных вопроса. Где найти помещение? Где найти и как обучить педагога? И как привлечь и удержать детей? Три основных вопроса, которые снимает эта система. Она разработана в 5 шагов и создана специально для того, чтобы человек, руководитель детского центра, проходил эти уроки, делал домашние задания, как в школе. И в итоге пришел к открытию своего детского центра в тот календарный план, который заявлен. Это 2-3 месяца, не больше. Состоится открытие детского центра, первые шоу-уроки и уже первые абонементы. На этой платформе мы рассказываем о том, как вести социальные сети, как продвигаться, как правильно расклеивать листовки, как работать с аниматорами, как участвовать на мероприятиях, как запустить таргетированную рекламу, что такое контекстная реклама. Это платформа по обучению бизнесу. И именно она помогает вам справиться с теми страхами, которые есть в начале при открытии детского центра. Следующий слайд. Смарти-старт – это система наставничества. Я думаю, что все знают, что такое наставничество, когда более опытные партнеры берут под свою опеку новеньких партнеров и придает им свой опыт. Для меня очень важно, чтобы наши партнеры дружили, чтобы они общались, чтобы они обменивались материалами, обменивались педагогами, если это требуется. Для этого мы создаем чаты в Телеграме, в WhatsApp. Для этого мы организуем такую систему. Мне очень приятно, что сегодня, допустим, наши франчайзи тоже здесь присутствуют, пришли меня поддержать. И это доказывает, что сеть наша дружна, наверное. Следующий слайд, пожалуйста. Смарти-царем – это система управления детским центром. Она сделана для наших партнеров и отвечает их запросам. Сделали мы ее, потому что обнаружили, что многие партнеры ведут по старинке в блокнотике какую-то систему учета, теряют клиентов, забывают перезванивать, забывают напоминать, поздравлять с днем рождения. Это очень важно, не терять контакт с вашим клиентом. У вас всегда должны быть касания через рекламу, через звонок администратора. И таким образом ваш клиент будет к вам возвращаться и будет с вами оставаться. Потому что текущие клиенты, они всегда обходятся дешевле, нежели каждый раз привлечение новых. Следующий слайд. Тренинги и мастер-классы от мировых специалистов. Мы первые, кто в России привозит самых лучших специалистов в мире по ментальной арифметике. Это специалисты с 30-летним опытом. С Тайваня, с Японии, с Южной Кореи. И как раз в мае, 1-3 мая у нас состоится тренинг по ментальной арифметике от специалистов из Южной Кореи. Это люди с другой планеты. Те результаты, которые они показывают, они удивляют, они шокируют. И есть большое желание обучиться у этих людей. Наша задача привозить таких специалистов в Россию. Потому что обучиться здесь гораздо дешевле, нежели вы будете делать это самостоятельно, выезжать и договариваться в другие страны. И мы делаем эти тренинги, обучаем педагогов, руководителей, аттестуем их, выдаем сертификаты. Потому что очень важно, насколько у вас обучен педагог. Педагог по ментальной арифметике. Обучиться ментальной арифметике несложно. Это может сделать любой человек, у которого есть педагогическое образование. Но важно в любом случае иметь педагогический талант и постоянно обучаться, постоянно ходить на тренинги и узнавать что-то новое. И это преимущество нашей сети, что у нас есть такая возможность для наших франчайзи. Следующий слайд. Поговорим про цифры. Я вам говорила про франчайзи, которая открылась в лето. У нас была бизнес-встреча с новенькими партнерами, мы с ними знакомились. И у нее было очень много вопросов, у нее было очень много страхов. И она хотела открыться к учебному сезону. Учебный сезон в детских центрах начинается где-то со середины августа. То есть если вы планируете открытие своего детского центра, вы должны понять, что вы должны открыться не в сентябре. И вы должны открываться уже в начале августа, чтобы вы примелькались, чтобы вас узнали. Потому что родители, если вы также посмотрите по запросам, они уже в августе начинают гуглить, куда дать своего ребенка. И они начинают шерстить, подбирать места. Поэтому очень важно, чтобы вы уже были открыты, чтобы вы ждали своих клиентов и не упускали их, потому что конкуренты не дремлят. И про конкурентов. Алена открылась рядом с шестью конкурентами, у которых был и ниже ценник, и выше ценник. И она тоже этого не побоялась. За лето, за дни сезона она набрала 40 клиентов. И сейчас у нее порядка 80 учеников. Кто-то приходит, кто-то уходит, кто-то на другие курсы. Видите цифры. Инвестиции у нас составляют во франшизу Smart Tickets от 250 тысяч рублей. Есть фиксированные роялти и не процент от продаж. Это тоже еще одно преимущество, которое позволяет оставаться в прибыли. Следующий слайд. Наташа. Наташа у нас, кстати, здесь тоже присутствует в зале. Спасибо, что пришла. Она открылась в городе Пушкином. Инвестиции составили 500 тысяч рублей. Я так понимаю, что это инвестиции вместе с франшизой. И сейчас у нее занимается 100 человек. 100 человек – это крутой результат. За сколько, Наташа? За 8 месяцев. Следующий слайд. Запущен у нас новый проект Кибервиль. Это пространство для детского технотворчества. Это еще одно трендовое направление, которое нужно открыть в своем детском центре. Помимо ментальной арифметики, каллиграфии, скорочтения и других направлений, которые мы с вами уже посмотрели, можно открыть детское программирование. Это такой определенный шоу-рум, где есть роботы с разных стран. Мы много путешествуем по мировым выставкам, чтобы привозить самые лучшие технологии оттуда и демонстрировать их нашим партнерам, которые они могут использовать в своем детском центре. И здесь сейчас вы можете подойти на наш стенд, узнать больше про этот проект. Так как мы только его запускаем, он только-только родился на свет, у нас есть выгодные условия для тех, кто хочет вместе с нами стартануть и сделать действительно классный, большой детский центр и использовать технологии, которые позволяют детям развиваться, потому что программирование – это профессия будущего, нам никуда от этого не уйти. Наши дети будут жить в мире с роботами, и поэтому важно именно сейчас заниматься этим вопросом. Следующий слайд. На этом моя презентация подходит к концу. У нас есть еще время ответить на вопросы. Можете задать вопросы здесь, либо подойти на стенд, мы поговорим там подробнее. И спасибо вам за внимание.